Далее на информационном канале новости спорта в студии Дмитрий Варановлин, Тескульптурет. Нижевский гонщик Максим Бельков выступит в составе российской команды мирового тура Катюша на престижнейшей легендарной супермагодневке Джиро де Италия. Стартует она 9 мая в Северной Ирландии с командной гонки на 21 километр. Там же пройдут еще два этапа, после чего велопилотон отправится в Италию, где из города Бари начнет свой путь до Триесты, где Джиро 14 и завершится. А теперь о российских стартах. Кикбоксеры Удмуртии успешно выступили на национальном чемпионате в Омске. Максим Столбов по разделе «Лайтконтакт» выиграл серебро, Лада Федулова и Сергей Гоголь бронзу, а Валерий Гуд Станбулов был первым в соревнованиях ветеранов. Состязались на первенстве страны и наши юные тхаквандисты. Первенство по версии ГТФ прошло в Москве. Игорь Хорошавин, Антон Григор и Виталий Головков успешно прошли все предварительные поединки, но вот до финалов не добрались. Зато набрались соревновательного опыта, ведь всем этим атлетам всего по 10 лет. А в столице Удмуртии в это время прошел мини-футбольный турнир республиканского уровня. Собрал он на полях школы футбола 35 городских и сельских дворовых команд, за медали и призы которого отчаянно боролись как мальчишки, так и девчонки. Кто в итоге вышел победителем, знает Марина Азиапина. Если играть, так в российское лечо считают юные участники турнира. Они не сомневаются, это им по силам. Ребята на зубок знают всех выдающихся игроков. Так Григорий Завтур равняется на Андрея Рышавина. А вот Максим Мальцев и Дмитрий Пластинин на Кристиану Рональда. Эти ребята и сами уже неплохо играют в футбол. И этот старт для них хороший опыт. Для чего играете? Хочу посоревноваться с другими командами. Ну и как другие команды? Расскажи подробнее о цене уровень вашей команды и уровень других команд. Сравне. Ну мы играем наравне. Турнир дает нам, мы учимся у других, у других постарше играть. Мы учимся и лучше от этого становимся играть. А вот Диана Журавлева своим кумиром выбрала испанца и Кера Касильянца из команды Реал Мадрид. Она хочет забивать со временем такие же, как он, красивые голы. На этом турнире ей это удалось. Такая страсть, как будто так хочется вот забить гол. То, что такое желание выиграть появляется. Как будто ты начинаешь заниматься, это трудно, но очень так заманчиво. Состязание пользуется популярностью. В этом году участвовала 36 команд из Киясова, Яра, Малой Пурги, Увысум, Сейн, что тренеров радует. Для мальчишек созданы все условия для роста и совершенствования мастерства. Главная задача, чтобы дети все-таки играли в футбол, любили футбол и всю жизнь пронесли любовь к футболу. Я так думаю. Ну а если честно, как всегда, выявить сильнейших. Турнир в итоге выиграли среди городских команд футболисты Яра и Ижевска. Среди сельских Киясовского и вновь Ярского районов. Боролись за медали сегодня в Ижевске и детсадовцы. Десять лучших команд города по итогам сита квалификационных турниров пробились в финал веселых стартов, где им предстояло продемонстрировать свои навыки перед очень строгим жюри и перед своими родителями, которые специально отпросились с работы, чтобы успеть с утра пораньше во дворец спорта ОТГО. Для начала юные богатыри размялись на перетягивании каната. Этот вид веселых стартов традиционно самый эмоциональный и зрелищный. Проигрывать здесь не собирался никто, а потому борьба получилась сверхупорной. Счастливый билет вытащили дошколята из 241 детсада, которые, как выяснилось, подошли к тренировочному процессу очень креативно. Как вы тренировали свои силы перед канатом? Сначала против друг друга, потом против взрослых, потом уже, потом по финалу, потом уже, ну, здесь вот. Что, прямо против взрослых тренировались? Да, и побеждали взрослые? Затем настало время скоростных эстафет, где победители определяли сотые доли секунды и конкурсы на меткость. Здесь у юных участников не все шло гладко, нервишки шалили. На кануле стоял важный трофей – кубок за победу в городских веселых стартах. В течение всего сезона детсадовцы проходили жесткий отбор, чтобы пробиться в финал, и очень этим гордятся. Нам нравится участвовать. Веселый старт. Это нам дает силу. Так, еще что? Так, у вас дружная команда, очень спортивная? Спортивная и дружная. За победу сегодня спорили команды из 10 детских садов Ижевска, и по уровню накала страстей они ничем не уступили, ну, скажем, футболистам, которые в эти дни буднично борются за места в топ-шестерке дивизиона «Урал-Поволжье». Мы очень довольны. Наши дети нас как всегда удивили. Показали настоящую борьбу. Было непонятно до последнего момента, кто выиграет. И только канат определил самую сильнейшую команду. Все дети молодцы, воспитатели молодцы. Праздник состоялся. Герои финала – мальчишки и девчонки из детского сада номер 92 Первомайского района. Сегодня все аплодисменты им. В числе призеров дошколята из 144 и 241 детсадов Ижевска. Снова о футболе. Ижевский «Зенит» уступил накануне в Ульяновске местной «Волге» 1-2. Оба мяча наши футболисты пропустили в последние 10 минут. Первый этап в дивизионе «Урал-Поволжье» «Зенитов» совершили на 6-м месте с 33 очками в копилке. Далее их ждет финальный турнир, который стартует через неделю. А на запасном поле стадиона «Зенит» прошел республиканский турнир по бейсболу, в котором приняли участие 6 лучших клубов Удмуртии. Победителями за явным преимуществом стали бейсболисты Удву, которые всех своих соперников разгромили с двузначным счетом. И теперь будут готовиться к крупному привозному первенству. Все у меня на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. И продолжайте следить также за новостями спорта на сайте «Моя Удмуртия». Адрес на экране. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова